Смач это без ножен, поход невозможен. Так гласит народная бушкрафтерская поговорка. И я решил сделать ножны. Изначально хотел сделать ножны, как все нормальные люди, из пожарного рукава. Но рукав у меня был только от старой рубашки, а это вообще не вариант. Эх, слепил из хлама, что в сарае был. Привитая предками привычка не выбрасывать отработанный материал, а мало ли, а вдруг куда чего пригодится, сохранило для меня кусок пластика толщиной 2 мм. Аккурат в толщину обуха моего мачете. Я взял этот пластик и начал его кроить. Вырезал три части, что-то на вроде сэндвича, две боковых части, стеночки и центральную часть, которая бы удерживала лезвие. Все это дружно залепил на универсальный клей для ПВА и резины и всего остального и зажал струбцинками. Ну как струбцинами? Струбцин у меня не было. И вместо струбцин я использовал большие канцелярские скрепки. Ну вот такие вот металлические зажимы, которые вы сейчас видите. Я вообще не помню, как они правильно называются. Для надежной фиксации лезвия в ножнах я продырявил два отверстия сверлом и продел через них резиновый шнурок. На шнурочек резиновый этот я одел обычный зажим. Не знаю, с какого-то старого рюкзака или сумочки, или вообще не знаю, ну просто валялся где-то под рукой, как обычно, не выкинутый хлам. Кончики шнурка завязал на узелок и залил их суперклеем для надежности, чтобы не развязались. А то мало ли чего. В походе должно быть надежно все. Как только ножны высохли, я взял их с собой в поход. И вот представляете, какая засада. Сибирь, февраль и дождь. Мачете, конечно, нас выручил, поработал у нас лаву, дровишек нарубил. Мы просохли, но ножны потребовали доработки, а именно дренажного отверстия. Потому что на мачете сталь углеродная, а лезвие влажное будет ржаветь. И потом на конце я просто продел дренажное отверстие. И оно со своей функцией справляется, но ура, потому что без дренажного отверстия жизнь совсем не та. Такие ножны вполне удобно носить в рюкзаке. Я вообще люблю носить все это в рюкзаке, а не как какой-то рэмбо-переросток на поясе, щеголяя перед своими друзьями. Так вот, эти ножны легко в рюкзак входят, легко оттуда вытаскиваются, скользят по ткани рюкзака, ни за что не цепляясь. Вынимаются и вставляются в рюкзак без проблем, даже если он плотно собран и забит. А система фиксации при помощи резинки очень надежно держит лезвие в ножнах. Хорошо конечно было бы сделать ножны из кожи хвоста полярного кенгуру, но меньше я был не согласен, ибо все остальное непрактично и очень трудозатратно. Спустя какое-то время я понял, что мне не нравится, как смотрятся белые ножны на белом снегу. Ну, для адекватного человека причины для этого совершенно понятные, и я решил их покрасить. Благо на дворе было уже лето. Эх, повесил на воротину гаража и забрызгал их черной грунтовкой по пластику. Была еще одна причина, по которой я хотел их покрасить. У меня валялся просроченный баллончик желтой краски, я хотел посмотреть, работает она еще или нет. Теперь я думаю, что я их не потеряю зимой в снегу. Ну, а что же сейчас летом на зеленой траве? Ну как, выглядело вот так, а стало вот так. И мне это нравится. А сейчас не выключайте видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и дизлайки, пишите добрые и гневные комментарии. И продолжайте смотреть видео на этом канале по ссылкам и без ссылок, как вам будет угодно. Как хотите, так и поступайте, но на канале оставайтесь. Встретимся в следующем видео.